Разве хоть один заядлый рыбак может предположить, что его любимый досуг закончится собственной смертью? Невзирая на все предупреждения об опасностях тонкого льда, сотни поклонников рыбной ловли все равно идут рыбачить. К сожалению, не всем удается избежать беды. Почти неделю водолазы безрезультатно ищут утонувшего во время рыбалки на Белом озере мужчину. Продолжаешь так, как шел. Посмотри, что у тебя с давлением. 60. Нормально, ну хорошо, давай. Причина этого трагического случая в Березовском районе предсказуема. Двое мужчин рыбачили. Казалось, лед выдержит. Но рыбаки не учли одного. Белое озеро находится недалеко от гидроэлектростанции. А значит, лед в водоеме подмывается снизу теплым течением. Местные жители знают, чем чревато такое расположение озера и стараются зимой в этом месте не рыбачить. Как бы сильно оно не промерзло. Но эти двое рыбаков пренебрегли своей безопасностью. Одного из них спасли местные жители. Второй так и не принес домой улов. Основная сложность – то, что человек, который выжил, не может указать точное место гибели этого молодого человека, 35 лет от рода. И поэтому, к сожалению, с воды все смотрится немножко не так, как с берега. И разброс более километра. Поэтому зона очень большая, глубины до 6-6,5 метров, дно иллистое. Не все учатся на чужих ошибках. В большинстве своем предпочитают учиться на своих. Трагедия на Белом озере не стала уроками для других любителей подлёдного лова. Буквально два дня назад на том же озере, только на другом его берегу, попались на удочку собственной беспечности очередные рыбаки. Им повезло, что рядом находился Владимир Лайтер. Старший матрос, спасатель освода, услышал, как в метрах 200 от берега раздались крики о помощи. Он действовал решительно. Бросил спасательный круг рыбаку, который находился на более прочном льду, чтобы тот кинул его тонущему товарищу. Вовремя подключились и водолазы. С переохлаждением средней степени тяжести мужчину госпитализировали. К счастью, он остался жив. Ну, тот кое-как зацепил за себя, хотя уже говорил, что не могу, руки не работают уже. Но зацепил, зацепил, как-то говорили его. Ну, и только мы его выдернули с этой полынии, и тут сразу подбежали два водолаза, и они уже всю работу остановили, потому что и его уже дальше оттащили, и меня даже тоже уже оттащили. Проблему создают приезжие из других районов. Вот эти, которые спасли вчера, то были из Ватсевского района. К сожалению, не все рыбаки зачехлят свои удочки, даже узнав о реальных случаях гибели реальных людей. Поэтому официальный запрет ловли рыбы на Белом озере вплоть до момента, пока водоем полностью не растает, единственный способ избежать очередных жертв. Но это не значит, что на остальных водоемах можно спокойно рыбачить.